Явное тяготение к неоклассике, он органически усвоил принципы конструктивизма, создав ряд знаковых работ, среди которых наиболее примечательные жилой комбинат на улице Серафимовича и знаменитый дом на набережной. И все же его творчество с наибольшей полнотой выразило основные идеи 30-40-х годов в концепцию предметно-пространственной среды в русских тоталитарных систем Италии, Германии и России. 125 лет назад родился Борис Иофан. Наибольшую славу принесло Иофану сооружение, которое так никогда и не было построено. В 1932 году он выиграл конкурс на проектирование Дворца Советов, главного и самого величественного здания СССР. Его начали возводить, но дело ограничилось фундаментами и нижней частью каркаса. Война приостановила строительство, позднее его вообще прекратили. Однако сверхчеловечески масштабная художественная идея Иофана, ставшая самой крупной векой в смене официального курса от авангарда к классике, вошла в историю как монументальный символ советского искусства. История проектирования этого несбыточного колосса наглядно демонстрирует, что вавилонские башни разрушают и свою эпоху, и своих создателей, а также имеют тенденцию оставаться на бумаге. Субтитры создавал DimaTorzok